7 ноября Вся страна вспомнит Великий день нашей социалистической революции. И, конечно, мы в этот день традиционно не только отдавали дань памяти величию духа, крепости, идеологии, революционной идеологии Владимира Ильича Ленина, его соратников, но и, конечно, всех тех, кто поддержал революционное движение, рабочее движение в России, кто вывел страну на социалистический путь развития. Да, через тернии, но к величию советской державы, Союза Советских Социалистических Республик. И забывать это мы не можем. И не можем, конечно, позволить, чтобы это забыла тем более либеральная власть. Традиции у нас сложились в городе, и они уникальны по своей сути. Мы всегда ходили митингом, шествием, и обязательно завершалось наше мероприятие. Но уже три года мы с вами не можем согласовать эти мероприятия. Это, конечно, печально. Намечается тенденция вытеснить с улиц шествия, митинги, закрыть нас в помещении. Я думаю, что такая дата не может быть оставлена без внимания. Хотя ситуация, безусловно, требует осторожности. Мы знаем, что 7 ноября, это же он в соответствии с федеральным законом вписан в памятные даты воинской славы России. Это день военного парада 1941 года на Красной площади. И воины с военного парада шли защищать нашу столицу, Москву. Мы попытались сделать заявку как патриотическое культурное мероприятие в честь воинского парада 1941 года. И подали заявку в администрацию Петроградского района. Разработав соответствующий сценарий, который предполагал, конечно, и возложение цветов к крейсеру «Авроры». Как к кульминации этого мероприятия. И как символу, революционному символу Петрограда. К сожалению, мы получили отказ. В связи с тем, что до 19 ноября все массовые мероприятия в нашем городе не могут состояться. Мы подали другую заявку, еще когда не получили отказ от администрации Петроградского района. Подали заявку в Комитет по законности и правопорядка Санкт-Петербурга на проведение шествия и митинга у «Авроры». Но, к сожалению, и эта заявка по аналогичной причине была не согласована. Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации проводит большую эстафету в онлайн-пространстве 7 ноября. Это будет, конечно, перекличка с городами-героями Советского Союза. Конечно, будет включение и из Санкт-Петербурга. Это будут и концертные номера, и патриотические номера, и выступление лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова. Это будет большое шествие Великого Октября, правда, в интернет-пространстве, но по территории всей Российской Федерации, с включением миллионов зрителей. Мы приглашаем вас, подключайтесь в интернет, это будет доступно, и обязательно вы почувствуете настроение. Но все равно хотелось бы этот день встретить глаза в глаза, рука к руке, плечом к плечу. Я обязательно приду к крейсеру «Аврора» и возложу цветы в этот день в 13 часов. Ну а вы сами, когда сможете, принесите цветок «Авроре», принесите цветок к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Или к первой стоянке, к стоянке «Авроры», откуда прогремел тот выстрел холостой, который сигнализировал о революционном движении, о нашей революции. Забота у нас простая, забота наша такая, Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим, Беда грозит за бедою, Но дружба моя с тобою Лишь вместе со мной умрет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. И так же, как в жизни каждый, Любовь ты встретишь однажды. С тобою, как ты, отважно Сквозь бури она пройдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Я мое сердце в тревожную даль зовет. Пока я ходить умею, Пока глядеть я умею. Пока я дышать умею, Я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет.